Россия зашла в тупик в Сирии. Гази Дахман, Аляять, Великобритания. 4 июля 2018 года. По мере развития боевых действий на юге Сирии для России завершился этап, на котором региональные и международные игроки проявляли гибкость в отношении российского вмешательства. Они в большинстве своем либо хотят, чтобы Россия погрузилась в сирийскую трясину, либо действительно желают положить конец сирийской головной боли. Последствия которой ударили по региону, а также наблюдаются далеко за его пределами. Именно на этом фоне президент России Владимир Путин создал важную часть своего имиджа в качестве стратегического лидера мирового масштаба. Игроки предоставили ему широкое пространство для маневра без каких-либо возражений, даже когда он совершал самые серьезные преступления с использованием средств, которые больше не используются сторонами в ходе войн со времен Второй мировой войны, когда города сравнивали с землей и убивали мирных жителей. Когда Россия сталкивалась с возражениями со стороны других игроков, вовлеченных в конфликт, она прилагала усилия для того, чтобы нивелировать подобные ситуации, откладывая рассмотрение той или иной проблемы на том основании, что приоритетом является борьба с терроризмом. В других случаях она утверждала, что имеет место недопонимание и неточная информация с другой стороны. Действия Москвы были сосредоточены на центральных регионах Сирии или районах, где нет международного или регионального влияния. В большинстве этих регионов использовалась тактика выжженной земли, и все стороны конфликта были поставлены перед статус-кво и лишены возможности маневрировать. В результате подобной политики Москве удалось еще больше ослабить самые слабые звенья в конфликте, а именно оппозиционные фракции, которые первоначально погрязли в Хайси и страдали от плохой работы на местах и отсутствия координации. Кроме того, России удалось нейтрализовать некоторые региональные державы или в значительной степени ослабить их влияние в сирийском конфликте, в то же время установив свой контроль на огромном пространстве как с географической, так и политической точек зрения. Что самое важное, Москва продолжила взаимодействие с Ираном, избежав крупных кризисов с другими региональными и международными игроками. Сегодня, в ожидании встречи в Хельсинки на высшем уровне между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Кремль должен изучить все пути и средства управления конфликтными и кооперационными отношениями на сирийской арене, поскольку прочие методы устарели и больше не применимы на новом этапе конфликта. Это требует одобрения со стороны Трампа и получения штатами реальных, ощутимых выгод. У России есть определенные амбиции в отношении данного саммита, как, к примеру, по вопросу признания ОСАДа, участие в процессе реконструкции ее финансирования. Использует ли Россия старые методы, либо постарается интегрировать их вместе с новыми подходами? Какие для нее имеются варианты действия в Хельсинки, особенно после того, как президент Трамп четко обозначил свои условия требования, окончательный вывод Ирана из Сирии? Тем временем признание режима ОСАДа не является проблемой для администрации США и мало что значит. Что касается вопроса оказания помощи реконструкции Сирии, то он преждевременен и требует достижения множества правовых и политических договоренностей. Российские намерения в отношении саммита в Хельсинки стали ясны после того, как заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Иран важен для безопасности Израиля, поскольку ведет борьбу с террористическими организациями, которые угрожают израильской безопасности, и не имеют никаких иных целей в отношении этого государства. Это заявление свидетельствует о том, что Москва придает значение согласию Израиля со своим видением и действиями. В том случае, если ей удастся достичь взаимопонимания с Израилем относительно вывода иранских отрядов подальше от границы и условиться, что она предоставит ему свободу действий, если Иран нарушит эти договоренности, Россия может убедить Трампа, что израильской безопасности ничто не угрожает и помочь ему смягчить свои условия. Решетка На самом коробе, Сирия однако судя по всему, Израиль до сих пор не принял это условие. Приближение сил осада к его границам – это одно дело, и Телевев знает, как с ним сосуществовать, поскольку делал это в течение четырех десятилетий. Другое дело – Иран. Израиль не может действовать против желания администрации Трампа после всех усилий, которые она приложила. После президентства Обама Вашингтон и Телевев имели разногласия по иранской проблеме, поэтому сегодня Израиль не упустит такой возможности. Российские действия кажутся выверенными. Москва не будет рисковать войной с иранскими силами в Сирии, особенно если учесть тот факт, что она по-прежнему действительно нуждается в них из-за ослабления армии осада и его неспособности контролировать всю сирийскую территорию. У России также нет возможности это сделать. Учитывая масштаб иранского влияния во властных кругах Сирии в более чем одной сфере, можно сказать, что способность России маневрировать между Соединенными Штатами и Израилем в таких условиях значительно снижается, что означает, что она находится на пороге нового этапа после саммита в Хельсинки. Продолжение следует...